Действительно горячий материал снял сегодня Вадим Куликов. У жительницы Красноярска с июля прошлого года не отключают отопление. Сейчас в квартире под 40 градусов. Уроки выживания в аду. В сюжете далее. Чуть-чуть так слегка сжало, потому что просто будет болото. Тазик была, вода вот уже нагрела, с той же тюклой. Бегом в комнату на батарею. Итак, с июля прошлого года отопление в этой квартире не отключают совсем. Люди не знают, как спасаться в 30-ти градусную жару под кондиционерами, а Ольга выживает в аду. Спит на полу, цветы поливает два раза в день. В холодильнике запасы воды. Вот набираю воду специально. Иногда бывает, что я потрогаю, что я вот хорошо. Температуру удается сбить до 35-ти, но полотенце, чтобы вытирать пот с лица, из рук не выпускает. Тут не знаешь, смеяться или плакать, но слез нет, высохли. Да я не могу, понимаете, меня трясет, голова кружится, я не могу. Я, во-первых, теряюсь. Женщина обращалась в управляющую компанию еще в прошлом году. В этом она сменилась на муниципальную, Красноярская. Но горячую проблему никто решить не может. Справедливости ради надо отметить, что бригада все же приезжала на вызовы и закрывала одну и ту же задвижку два раза. Вот тот самый коллектор, где стоят задвижки, которые постоянно кто-то открывает. Непонятно зачем, но почему-то трубы горячие только в одной квартире. И этот вопрос тоже остается пока открытым. В управляющей компании нам пояснили, что такое технически в принципе невозможно. Но дома старые, проблемные. Если оно будет горячее, то будет горячее у всех. Но, вопреки логике, трубы горячие только в квартире Ольги Пасынковой. Возможно, во время ремонта кто-то нарушил систему водоснабжения, отопления или в других квартирах установили дополнительные краны, чтобы не платить за горячую воду. Коммунальщики обещали нам это выяснить и исправить. Сейчас нами принято решение для того, чтобы в этот момент предупредить и не допускать в дальнейшем обращение в ресурсную организацию будет подготовлено на том, чтобы они пригодили доступ к своим сетям, к наружу. Абсурдность этой ситуации еще и в том, что зимой тепло исчезает. Настолько, что Ольга спит, одетая под двумя одеялами. Вадим Куликов, Сергей Подлевский, Вести, Красноярск.